Маленькие крысят умываются под присмотром своей мамы. Если такое увидеть в мультфильме, сцена вызовет умиление. Но это не мультик, а реальность. И реальность эта пугает жителей пролетарского округа. Ведь моются крысы в Щегловском ручье, около источника, где местные набирают воду. Блин, ну это просто жесть. Крысы на прогулку здесь выходят по вечерам. Днем из фауны только птицы. Причем, как говорят прохожие, именно они облюбовали эту площадку первыми. Проблема в том, что сейчас вот пока нет птичек. В форме этого птичек хлеб. Это значит мусор, бумага, семечки. Вот. А так, конечно, если привести в порядок, привести вот этот непонятный ручей, потому что он все-таки пахнет, ну оба замечательно у нас здесь. Между популяцией крыс и голубей существует прямая связь. Наблюдать ее можно, например, и улицы Санаторной в Мясново. Сначала на канализационном люке здесь появились такие кормушки для птиц. Потом к ним присоединились крысы, которые в принципе всеядны. Когда грызуны расплодились, на контейнерной площадке рядом провели дератизацию. После вокруг стали появляться трупы голубей. Пернатые, как выяснили местные, приняли крысиный яд за корм. Много мясного, как не пойдешь в любой магазин, находишь трупы полуразложившиеся голубей. Много крыс бегают даже днем. Понимаете, вопрос, у меня трое несовершеннолетних детей, я боюсь как бы здоровья моих детей. Вот в чем вопрос. Потому что, ну, есть у нас болезни, которые приносятся через воздух, а есть через кровь, например. То есть у нас могут, допустим, те же крысы кого-нибудь укусить. Подобная ситуация сейчас и в Узловой. Там крысы поселились в самом центре, около Сверидовского пруда, куда местные также приходят кормить голубей. Местные власти уже анонсировали внеплановую дератизацию на 1 августа. Обработку должны проводить собственники помещения, если МКД, это управляющая компания, ТСН, ТСЖ, то есть от форм управления многоквартирного дома зависят. Если наличие где-то на муниципальных территориях, то жители могут обратиться в администрацию, если они зафиксировали наличие грызунов. Однако в случае с Щегловским ручьем дератизация невозможна. Если отрава с грунтовыми водами просочится в родник, пострадают не только животные, но и люди. Поэтому здесь единственный способ борьбы с грызунами – поддержание порядка. Ежегодно мы проводим там субботники. Каждый день у нас заходят люди для уборки этой территории. Охос у нас проводится систематически, потому что там видно, там она всегда трава вытащена. В зимнее время у нас также систематически и постоянно у нас расчистка снега и просыпание, потому что там спускные ступенки, так же как и дорожка входит, и подъем на улицу Хворостухина. В течение дня, когда наши сотрудники заходят для уборки, получается мы собираем где-то порядка, ну мешок 120 литров полный мусором на данном участке территории. Каждый день в районе 100-120 литров мусора. Если фантики с бутылками дворники регулярно убирают, то хлеб для птиц продолжает лежать у ручья. Но здесь вопрос уже не к коммунальщикам, а к местным, которые или не видят, или не хотят видеть опасные взаимосвязи. Вячеслав Мараков, Руслан Кравченко, Андрей Сенчугов, Первый Тульский. Руслан Кравченко, Андрей Сенчугов, Первый Тульский.